Микс Ньюс. Добрый день, уважаемая радиослушка. Еще раз эксперт по безопасности Райма Трубловского. У нас в студии. Если мы в первой части больше говорили, конечно, о медицине, о коронавирусе, сейчас поговорим все-таки о тех процессах, которые напрямую от этой пандемии не зависят. Хотя, может быть, действительно и стимулировали теряные процессы. Я так издалека захожу к тем событиям, которые происходят за океаном. Ну, далеко от нас, но в стране, которая имеет действительно очень большую значимость в мире, Соединенные Штаты, вот уже которую неделю после смерти известного афроамериканца. Сначала это были какие-то стихийные акции протеста. Потом, если такую фразу можно употребить, начались организованные массовые беспорядки. Громят все в разных штатах. То ли полиция не справляется, то ли уже боится вмешиваться. Вот, Раймонд, как вы все это оцениваете? Может быть, сначала с политической точки зрения, потом уже, не знаю, про безопасность поговорим. Я думаю, с политической точки зрения там более-менее все понятно. В ноябре выборы президента США, значит, эскалация конфронтации между демократами и республиканцами идет по нарастающей, начиная, вспомним, что демократы практически весь период администрации Трампа пытались его, ну, скажем так, мешать. Это в лучшем случае, а в худшем случае пытались его даже, скажем, сдвинуть с его позиции. То есть, вспомним и этот самый доклад Мюллера, и попытки импичмента, и все остальные действия, которые закончились неудачей, по той простой причине, что, ну, в принципе, там не было никакого состава, чтобы это как-то могло бы подействовать на позицию Трампа. Ну, вот, в конечном итоге, коронавирус, вот, это вся социальная проблема, то есть, безработица, потеря маленьких, средних бизнесов, изоляция, то есть, это, конечно, ситуация нагнетала, и где-то это должно было иметь выход. Ну, и это нашло выход вот в этой ситуации. Был бы не Флойд, был бы кто-то другой, было бы еще что-то, все равно было понятно, что это где-то что-то произойдет. Потому что демократов, скажем так, каких-то других способов, скажем, сдвинуть Трампа нет. Все те попытки, которые были до этого, как я уже говорил, они провалились с треском. И сейчас, конечно, все идут ва-банк, выборы через несколько месяцев. И вот эта ситуация, которую мы видели, ну, она, конечно, дает новый виток агрессивного противостояния. Потому что не надо забывать, что база избирателей Трампа, они тоже мобилизируются. Они видят, что происходит, они понимают, что это, ну, будет, так сказать, их последний решительный бой. Но я все-таки возьму смелость утверждать, что Трамп победит на выборах. И потому что Джо Байдена, ну, извините, у него столько проблем, да, что если их грамотно разыграть, я уверен, что в администрации Трампа тоже есть очень умные люди, которые просчитывают все, как бы, ходы и сценарии. Я думаю, что у них против старого Джо Байдена заготовлены много заготовок, которые как раз пойдут в воздух. То есть чисто политически понятно, что это битва за Белый дом. Это не просто битва за Белый дом, это битва за абсолютно разные, концептуально разные Америки. Кстати говоря, да. Вот, может быть, об этом тоже чуть-чуть подробнее, но сначала такой вопрос хотел задать. Но все-таки Байден, при всем уважении, ну, он человек достаточно преклонного возраста. Ну, Трамп тоже. Трамп тоже, да. Ну, по-моему, Байден все-таки его старше. Ну, там, на год 78 или 77-го второго, ну, что-то в этом. Да, да, да. Вообще, как-то это странно, что президента рвутся люди уже в таком возрасте, дай бог, что им здоровье, никто не вызывает, так сказать, что-то плохого. Но, тем не менее, речь идет о президенте страны, ну, которая действительно играет ключевую роль в мире, с ядерной кнопкой, и у которого все-таки это президентская страна. Очень большие полномочия. Мы можем спорить, насколько они такие же большие, как у президента России, ну, к примеру, да, или там у Си Цзиньпина в Китае, да, но, председатель Госсовета, но, тем не менее, все-таки очень большие полномочия. Почему? Что нет других более молодых, у тех же демократов, у них же был праймерис, они там пытались каких-то других кандидатов, таких весьма интересных, но ничем это не закончилось. Я вспомнил, что второй кандидат серьезный от демократов был Берни Сандерс, которому, по-моему, тоже 78. Так что, ну, ты абсолютно… Остальные тут же уже отвалились на таком этапе, да? Да, то есть, ну, что я могу сказать, ты абсолютно прав, то есть, из трех, скажем, ключевых таких фигур, со стороны республиканцев, там понятно, что вообще никого не будет, то есть, там будет только Дональд Трамп, а со стороны демократов мы видим, что там, в принципе, уже такие очень-очень опытные люди, которые начали свою политическую деятельность где-то там в конце 60-х и в начале 70-х прошлого века. Но я думаю, тут два фактора. Первый фактор, что они все-таки обросли за это время очень многими связями, и как-то они представляют какую-то часть населения, которое хотят именно, чтобы они были. Во-вторых, ну, конечно, это не к молодому поколению и всему, но есть ситуации, когда молодое поколение просто наломает дров, потому что у них нет этого опыта, у них есть какие-то идеалы, они не видят уже то, что видят уже эти люди, что можно достичь это гораздо лучше, быстрее, без каких-то ненужных конфронтаций. И поэтому, я думаю, вот это есть такая ситуация, где вот люди преклонного возраста, да, потому что, ну, серьезно, это скоро 80 лет, да, это уже, ну, очень такой… Да, серьезный возраст. Серьезный возраст, да. Поэтому, я думаю, что люди хотят стабильности, они хотят просто предсказуемых каких-то людей, которые, скажем, борются за те такие идеалы, нереволюционные. Как, скажем, у демократов есть целая куча там очень левых сенаторов, которые там, ну, уже за всеобщее равенство и за коммунизм и так далее. Конечно, большинство американцев такой позиции не приемлет. Поэтому, я думаю, что это как раз показатель, что очень много людей хотят таких, скажем, уже мудрых, предсказуемых лидеров, которые, ну, как бы не будут рубить с плеча и пороть горячую, как это иногда бывает с более молодыми лидерами. Так, чтобы закончить такую американскую тему, вот ты сказал, что это две концептуальные разные Америки, Америка демократов и Америка республиканцев. А в чем они разные? Ну, я думаю, что если смотришь на избирательную базу, да, то есть это понятно, это даже видно по штатам. И понятно, что Нью-Йорк там или Лос-Анджелес, он больше такой мультикультуральный и больше такой плавительный котел. А, скажем, штаты там Среднего Запада и глубинки, то есть они абсолютно такие совершенно другие. И электорат там другой. И они хотят сохранить, ну, где-то, скажем, вот эти консервативные ценности Америки там 19-го, 20-го века. То есть очень там сильные лобби христианской церкви. Вот. И, конечно, они абсолютно протрамповские ребята. То есть, что касается демократов, то это, конечно, разного рода миноритеты. Это афроамериканцы, это другие, как бы, такие этнические миноритеты. И, конечно, они составляют базу плота демократов. Исходя из этого, как раз мы видели, что все эти беспорядки, они в большинстве случаев были только в штатах, контролируемых демократами. Особенно это касается штата Нью-Йорк и города Нью-Йорк, где были, где мэр города Дебласио и губернатор штата Нью-Йорк, Кому, оба демократы. В принципе, Трамп уже объявил, что они абсолютно не соответствуют занимаемой должности и абсолютно, как бы, не готовы утвердить порядок и законность на своей территории. Поэтому, я думаю, там будет еще более такие негативные развития ситуации, потому что это уже переходит в сугубо политическую плоскость. Плюс это, как я уже говорил, на кону выборы. И понятно, что, опять же, скажем, там будет очень и очень жесткая и непредсказуемая борьба. И, наверное, опять же, так же, как в прошлый раз, один кандидат победит другого, ну, с таким минимальным преимуществом. Плюс еще я хотел все-таки обратить внимание, что вот эти две Америки, эти две концепции, они нигде практически не соприкасаются. И то, что мы видели сейчас, эскалация уже такого ненависти, негатива друг к другу, ну, она видна. Потому что даже Христофору Колумбу уже не поздоровилась, да, и он-то при чем, да, сейчас его обвинить, что из-за него там что-то случилось. Заодно ему, как говорится, памятник голову вознесли, да. Ну, два памятника, да, разрушили, да. То есть это уже само собой показывает, война с памятниками, ты же понимаешь, она ничему хорошему не приведет. Так что я думаю, что ситуация будет накаляться и, ну, бери внимание, еще один факт, что в США где-то около больше 300 миллионов единиц стрелкового оружия на руках. Это без полиции, без армии, без национальной гвардии. Вот еще одна армия, да? Это, ну, 300 миллионов, посчитаем. Это, в принципе, все население, каждое, включая пенсионеры, младенца и школьники, имеет оружие. Я так понимаю, что владельцы некоторых магазинов, вылавок уже с оружием ждут подхода. Ну, они готовятся, во-вторых, я думаю, что сейчас уже первая волна была закупки вооружения и боеприпасов, когда был коронавирус, начало февраль-март. Я думаю, что сейчас, пока мы с тобой говорим о закупке боезапаса и оружия в Америке. Телефон, они уже говорят, в магазинах все скуплено в оружии. Ну, я думаю, что сейчас все эти большие фабрики то и делают, что боезапас производят и продают. Поэтому это, конечно, звучит так немножко иронично, но это факт, к сожалению. Ну, это же может закончиться вообще большой трагедией. Это, ну, понимаешь, ты сам видел эти все видео, где, в принципе, без полиции люди, вооруженные люди защищали, как бы, от банд-мародеров свои, как бы, своей жизни, свою собственность. Поэтому, конечно, слава богу, это не дошло до какой-то стрельбы. Но, понимаешь, если ситуация будет дальше эскалироваться, и любой человек в Штатах, он может с оружием и руках отстаивать свою собственность и защитить ее. И нанести, ну, скажем так, несовместимые жизневые вещи нападавшим. Поэтому ситуация, конечно, крайне сложная. Но это ведь еще говорит о том, что, на самом деле, в тех же Соединенных Штатах есть такие застарелые проблемы, да, уже многовековые, которые, в принципе, несмотря на вот эти завесы толерантности и политкорректности, устранить, в принципе, не удалось. Ведь эти все противоречия есть, социальные в том числе. Потому что, ну, себе тяжело было представить, что 40 миллионов американцев останутся без работы. Это уже сами американцы сравнивают с Великой депрессией 1929 года. Ну, да, это, конечно, это усугубило ситуацию. Это однозначно. Вот этот коронавирус и все потери бизнесов, работы и все такое. И эта изоляция, она накопляла такую психологическую злость. И вот это все проблемность в людях. И, конечно, когда был вот этот повод это все выплеснуть, то это все и случилось. Но я хотел бы все-таки заметить, что толерантность и терпимость – это слоганы демократов. То есть у ребят трамповского, как бы, электората нет такого. И ты же сам видел, как Трамп называет вещи своими именами. Именно поэтому те люди, которые за него голосуют, они, я думаю, не очень любят всю эту толерантность и все. Они называют вещи своими именами, как они хотят. И поэтому вот эта ситуация, если она еще усугубляется, она уже вот может дойти до стрельбы. Тем более, как я уже тебе говорил, сколько стрелкового оружия находится на руках. Я думаю, еще один фактор, который показал всю проблемность ситуации, что, оказывается, президент США не может руководить собственной полицией. Что это вся эта полиция, ну, она муниципальная, по большому счету, она подчиняется мэру города. Он представитель конкретной партии, да? Да, он представитель конкретной партии. Ну, понимаешь, если так предельно цинично сказать, ну, он же не даст приказ избивать свой же электорат. Ну, ладно, сожгли полгорода там, ну, отстроят. Ну, или это же его электорат. Да, он же не может сказать, бейте их и стреляйте. Да, даже если то, что мы видим, это открытое нарушение закона. Это поджоги, это массовая беспорядка, это нападение, это убийства, в том числе полицейских. Это поджоги и, ну, все, что можно представить себе, да, практически, ну, там можно было применять и оружие, и спецсредства по каждому такому случаю. Только мы все должны отдать отчет, какие были бы, сколько было бы, скажем так, трупов и сколько было бы раненых. И как это дальше эскалируется бы. Но с точки зрения закона полиция имела полное право это делать. Опять же, мы видим ситуацию, где в каждом отдельно взятом штате, в каждом отдельно взятом городе обязательства полиции трактуются по-разному. Часто исходя из, как бы, местных преференций политиков. И, ну, мне, конечно, было так интересно наблюдать, как мэр Миннеаполиса бьется в конвульсиях у гроба Флойда. Да, мы не можем сравнить, скажем, Мартина Лютера Кинга, который действительно был интеллектуалом и действительно верил в то, что он делал. И погиб, по сожалению, каждый, скажем, с человеком, у которого пять судимостей, лжунный грабеж, хранение наркотиков, распространение наркотиков. Который, кстати, когда его задерживали, уже совершил противоправные действия. Расплачивался. Расплачивался, да. Ковид позитивный. Наркотики, алкоголь. Ну, все, что хочет. Весь комплект. Весь комплект, да. И, конечно, я хотел бы сказать, что это, конечно, трагическая случайность, но надо понимать, что у полиции в таких случаях тоже есть определенная процедура, как они действуют, если они знают. Чтобы сравнить не стать джеффами, да? Да. Потому что сколько случаев бывало, когда вдруг человек выхватывает пистолет и открывает огонь по полиции или пытается вырывать пистолет у офицера полиции. То есть там, конечно, задача стоит практически сразу же подавить конкретного, скажем, субъекта, его волю к сопротивлению. И то, что мы просто видели, ну, да, они перестарались. Да, это трагическая ситуация, да, погиб человек, который не должен был погибнуть, да. Но сейчас сделать из него, из этого человека, делать великомученика. И ангела, да. И вот эти, скажем, либеральные СМИ, которые пишут, как будто полиция едет просто и думает, ну, как нам напасть на какого-то афроамериканца еще, и как нам это самое, что-то, да, и что-то такое сделать. Но это, конечно, неправда. Поэтому, к сожалению, это трагическая ситуация, которая привела вот к таким плачевным результатам. И, конечно, это еще не конец. Потому что, как я уже говорил, очень многие с большим негодованием смотрели на все это. И я думаю, что это противоположная сторона, а трамповский электорат очень серьезно готовится и к выборам, и, если, не дай бог, к каким-то другим столкновениям, если такие будут. Да, может быть, такую делаем затравку, такой мостик до перерыва, короткий буквально. Вот многие считали, что из серии пандемии или коронавирус, ну, загладят все эти международные конфликты, противоречия, которые есть. И это хорошо, воцарится чуть ли не мир во всем мире, потому что все будут заняты борьбой с этой глобальной угрозой в виде COVID-19. Вот сейчас такое ощущение, что постепенно, как эпидемия идет на спад, все эти старые противоречия, в том числе на международной арене, вот все возвращается, да? Абсолютно верно. С еще более, скажем, силой. Еще с большей силой. Райма Трубловская у нас в студии, эксперт по безопасности, переверемся буквально на пару минут, не переключайтесь. Еще раз добрый день, эксперт по безопасности, Райма Трубловская. Вот мы здесь и в перерыве тоже активно дискутировали, говоря об Америке, ведь Байден это не какой-то белый лист, который из бизнеса белый и пушистый пришел в политику. Мы помним его похождения, его сына. Я так понимаю, что он, когда здесь был еще до выборов, тут отдельные политики, как бы сказать, не очень дальновидные делали на него ставку. Но теперь мы уже, в принципе, знаем, на чем будет играть Трамп. Не, ну я думаю, что, во-первых, ситуация очень жесткая, и все понимают, что должны быть предприняты жесткие политические меры, и как бы никаких там дипломатических реверансов, скорее всего, не будет. И я думаю, ну, если я был бы президентом Трампа, у меня, наверное, сделал четыре такие основные, четыре основные вектора, по которым, как бы, начинать давление на Байдена. Первое, что Байден все-таки никак, кроме того, что он падал на колени, никак себя не проявил вот в эти дни. Ну, скажем, он не вышел как лидер нации, не призывал там прекратить. Беспорядки. Да, беспорядки. То есть, он тихо, спокойно самоустранился и смотрел, как это все закончится. То есть, что может сделать? Что-то нерешительный лидер, доверить ему страну нельзя. Второе, что иногда он забывает вообще место и время, и где он, и зачем он баллотируется, и на что он баллотируется. То есть, ну, ему тоже это доверить нельзя страну. Третье, я думаю, президент Трамп спокойно может сравнить попытки импичмента против себя, скажем, разговором с Зеленским, и поднять факты, что он говорил с Зеленским, а что говорил Байден с Порошенко. Ну, то есть, там, извините, вручную управляют страной извне. Указывают, кого ставить, кого снимать. Страна, это не Латвия, это страна, ну, скажем так, Дона на востоке, Дуная на западе. И человек тоже миллиардер, да, его просто с кого ставить, кого не ставить, где поднимать. Или мы вам деньги не дадим. Этого снять, этого выбросить, этого поднять. То есть, я на торговлю влияние. Ну, это, конечно, это даже, ну, если сравнить разговор Трампа с Зеленским, разговор Байдена с Порошенко, если это не вмешательство, то скажи мне, что это такое, да. Плюс вопрос про Бурисму и сына Байдена, Хантера Байдена, и как он получал, там, порядка 60 тысяч долларов в месяц, за что и так. То есть, он может, конечно, на него повесить рлык коррумпанта. И человеку, на которого самого надо, скажем, сразу же импичмент сделать и вообще выгнать его из политики. Вот, и как бы вот все эти факторы, да, они могут совершенно четко показать вот этот вектор, как, скажем, президент Трамп может дальше работать по этим всем линиям, да. Ну, я думаю, что украинская тема, она очень скоро поднимется. И очень скоро будут все эти сравнения готовы. И, конечно, вот консолидация своих электоратов будет очень важна. Поэтому я все-таки наберусь смелости в этой абсолютно непредсказуемой ситуации сказать, что Дональд Трамп все-таки победит на выборах, скорее всего. Похоже. Похоже на это. Особенно, и чем дольше будут продолжаться беспорядки, как это не жестоко звучит, тем будет больше шанс Трампа избраться. Ну, я думаю, еще четвертый вариант, то, что ты правильно подметил. То есть, он скажет, если своему электорату такое, скажем, послание, что если победит Байден, то эти беспорядки будут в вашей реальность каждый день и в каждом штате. Так что, если вы этого не хотите, голосуйте за меня. То есть, я думаю, скорее всего, такая может быть позиция Трампа. Очень хорошо, очень грамотно. Я думаю, в этом ему поможет очень многие медиа и все остальные. Так что, будет очень интересно. Да, вот говоря о Латвии, здесь у нас тоже решили внести свой вклад в глобальную безопасность. Концепция обороны принята. И вот даже господин Пабликс, министр обороны, выступая, вот в своем спиче сказал, что, ну, те, кто против обучения в школах, военному делу, ну, они фактически, как бы, есть только одна альтернатива – это обязательный призыв на военную службу. Вообще, как вы оцениваете всю эту концепцию, где там говорится о том, что Россия может там внезапно на нас напасть? В общем, все эти страшилки, в принципе, там ведь присутствуют, они никуда не делись. Ну, они не делись и никуда не денутся. Просто, с одной стороны, еще заканчиваю эту тему, то, что мы говорили. Если Байден так управляет Украиной вручную, то мне один знакомый человек сказал, страшно представить, как управляет Латвия. То есть, это, конечно, не Байден, это, наверное, ну, какой-то… Рангом пониже будет. Рангом пониже, да. Но если мы видели, как, скажем, позволяли себе эти люди управлять президентом другой страны, то есть, ну, мне, конечно, очень, скажем так, неприятно представить, как может быть здесь. Исходя из этого, мы приходим, конечно, уже с этой концепцией. Конечно, там ничего нового нет. Есть все-таки, ну, такая более тревога на то, что все-таки этот мир, который был, он рушится. Понятно, что многополярность на подходе, скорее всего, эти беспорядки и пандемия ковида, она еще ускорит эти процессы, процессы того, что будет многополярный мир с такими игроками, как Китай, Российская Федерация, конечно, США, но на подходе Индия, Бразилия, то есть, целая-целая плеяда стран. То есть, там еще есть двадцатки большой присоединяющей. То есть, есть второе, что они это пишут, и тоже правильно, что, извините, военная сила сейчас будет, если не определяющей, то очень важным фактором. То есть, просто если, скажем так, ты маленький, у тебя ничего нет, а я большой, у меня есть армия, то, ну, скорее всего, на переговорах, потом после переговоров ты выйдешь с моим мнением, а не со своим. То есть, это довольно-таки брутально, но понятно, что в этой ситуации, в новом миропорядке, извини, но первое, пострадают маленькие страны, просто потому, что они очень зависимы в вопросах безопасности, в вопросах военной помощи, они зависимы от больших игроков. И, конечно, ситуация Латвии усугубляется тем, что Латвия все-таки это граница Евросоюза и граница НАТО с Российской Федерацией. Конечно, все малейшие какие-то нюансы или малейшие проблемы, они сразу имеют отголосок здесь, в местной политике. Поэтому, ну, концепция обороны – это обязательный документ, который принимается раз в четыре года, который после концепции национальной безопасности, то есть, на базе концепции национальной безопасности вырабатывается. И, конечно, ну, Россия, наш сосед, она никуда не уйдет, не пропадет. И поэтому, конечно, она будет упоминаться. Вопрос в том, что, ну, я вижу все-таки такую явную настороженность в плане, что тот мир, где была какая-то система международная, так называемая, его больше нет. И понятно, что сейчас те, которые хотят решать вопросы, они будут решать с позиции силы, в том числе военной. И, конечно, вкладывать военные компоненты, это понятно, что это будут делать американцы, это будут делать и россияне, это будут делать китайцы. Это понятно. Ну, и в этой всей ситуации, да, маленькие страны, но их ситуация будет, конечно, более такая тревожная, если так можно выразиться. Да. Вот еще, может быть, такой вопрос, который я хотел задать. Говоря о Латвии, ну, вот мы знаем, что с наступлением этой чрезвычайной ситуации правящие, может быть, даже в себе несвойственной манере решили деньги не столько вот как бы экономить, затягивать пояса, как она обычно говорят во время кризиса, а даже сказали, ну, мы сейчас будем тратить. Этим поможем и этим. И после кризиса сказали, ну, будем помогать со страшной силой. Фигурируют там миллионы, миллиарды еще европейской помощи. Ну, не будем даже все эти цифры перечислять. Обычно на слух они плохо воспринимаются. Ну, вот, а на поверку, когда ты спрашиваешь у знакомых, вы получили помощь? Не, не получили. А вы? Нет. А мы на всякий случай даже не запрашивали. Может, сказали, что получишь, там, потом придут и проверят, и ты еще пожалеешь, что вообще просил. Вот, Раймонд, как ты оцениваешь вот это все действие, может быть, власти вот в этой чрезвычайной ситуации? Я вам тоже понимаешь, что, в принципе, то, что мы помним, эту политику десятилетней давности после кризиса, когда затягивали пояса, и чем это все обернулось? Это обернулось огромной миграцией, это обернулось потерей, огромной потерей населения, и, в принципе, ну, наверное, не все, скажем, греки, итальянцы, испанцы и другие в этой ситуации, даже немцы, они абсолютно, скажем, не поддерживали такую политику. Они действовали совершенно по-другому и противились такой политике. Но Латвия, к сожалению, была пионером и, как бы, отличником, и, в принципе, ну, потеряла очень многое, чтобы спасти ситуацию. Я думаю, что все поняли, что еще одной такой политике затягивания поясов эта страна просто не выдержит. Вот и все. Поэтому, конечно, беря внимание то, что и была дана команда с Евросоюза, и Германия, и все остальные страны сразу же объявили, что они будут печатать деньги и бросать в экономику, и в социалку, и на поддержку населения. То есть это был понятный сигнал и нашим местным ребятам, что практически сейчас ситуация должна развиваться с точностью наоборот, и должны вливаться деньги, чтобы просто спасти социалку, спасти экономику. И, то есть, какие будут результаты, я думаю, мы еще судить не можем, потому что, я думаю, что экономический удар, он придется потом, попозже. Ты же понимаешь, что, вот, скажем, даже такая маленькая ситуация, то есть ресторан закрылся, компания банкрот, потому что людей нет, туристы не приезжают, и все. Ее же нельзя просто, скажем, на следующий день открыть, как будто ничего не было, и начиняется с начала, потому что туристы приедут не завтра, не послезавтра. И в Риге это все-таки большая статья дохода. Поэтому, я думаю, что это единственный правильный выход для всей Европы, просто пытаться вливать деньги в экономику, и пытаться как-то оживить вот эту всю ситуацию, потому что потери, конечно, колоссальны. И, с другой стороны, ну, надо себе отдавать отчет, что экономические проблемы, они сразу же будут подпитывать социальные проблемы. То есть, если будет, во-первых, большая безработица, если у людей закончатся средства для существования, если люди, тем более, не видят перспективу никакую, то есть, конечно, они будут дальше радикализовываться и пополнять число, скажем, ну, таких партий, как «Альтернатива для Германии» или «Партии Лепен», или еще какие-то партии, и они будут еще сильнее. И в конечном итоге они могут уже не просто вторыми прийти, а они могут прийти первыми, уже, в принципе, получить полную полноту политической власти в Европе. Плюс, добавляя к этому, опять же, эти беспорядки, которые эхом коснулись и Лондон, и Берлин, и Бариж, это еще может, скажем, расширить вот эту электоральную базу этих партий. Поэтому ситуация с COVID-19 абсолютно еще не закончилась. И вот эти компликации, скажем, как после болезни, они еще придут, и я думаю, что вот к осени мы увидим уже, возможно, ухудшение ситуации в плане того, что, ну, деньги-то закончатся, эти 4 миллиарда тоже закончатся, понимаешь, надо будет же как-то их зарабатывать, потом и отдавать их надо будет. Поэтому будем смотреть, но ничего там позитивного особо я не вижу. Да, может быть, еще такой вопрос о происходящем. Такая в Риге сейчас, как мы знаем, наблюдается такая сюрреалистическая картинка. Это самый большой город Бартии, понятно, что столица Латвии, но управляются тремя людьми, и недалеко вообще было до того, что вообще не было бы выборов до июня следующего года. Они бы продолжали управлять, три человека, и я так понимаю, что там тоже много вопросов возникает, да? Ну, конечно, то есть, во-первых, ну, надо понимать, что эти три человека, они не отвечают, скажем, политически. То есть, если есть выборы и есть местная власть, то есть она отвечает чисто политически людям, которые голосуют или не голосуют за эту партию конкретную. То, что касается этой ситуации, то, конечно, с одной стороны, эти люди, которые сейчас возглавляют и составляют временную администрацию города Риги, они, конечно, с одной стороны, довольно-таки свободны в принятии решений, потому что политические ответственности они не несут никакую. Советоваться им особенно ни с кем не надо. Дискутировать только самим собой. Абсолютно. Поэтому они могут принять ряд решений, которые они уже приняли. И по, скажем, кадровым вопросам, и по каким-то другим вопросам. Поэтому чисто какая-то политическая ответственность на них не лежит. То есть, это как бы плюс. Минус, конечно, в том, что, ну, с другой стороны, их, конечно, можно как-то ассоциировать с какими-то партиями, и за них могут политически принести ответственность, скажем, партии, которая, как бы их, или тот министр, который назначил их там, или правительство. То есть, конечно, ситуация, наверное, первый раз в истории нашего города, что такая была ситуация, когда уже где-то полгода нет власти, которую выбирали рижане. Ну, в принципе, 29 августа, скорее всего, эти выборы состоятся. Но я прогнозирую, что состав Рижской думы будет еще более расколотым. То есть, там будет еще больше фракций, чем было до этого. И, конечно... Еще что-то будет похоже на 7 каких-нибудь, 7-8. Я думаю, там будет еще больше. Еще больше. Больше будет фракций. То есть, в 7 у нас все-таки, наверное, 7 в 7 фракций. Не считая еще одной фракции независимых, которых очень много стало. Да, да, да. Ну, то есть, я думаю, что это где-то будет похожая и рижская ситуация. И, исходя из этого, я полагаю, что любые какие-то переговоры о любой какой-то коалиции, они будут очень-очень-очень тяжелыми, очень компромиссными. И, конечно, опять же, беря внимание, что эти выборы происходят на ситуации после COVID-19, и мы еще, ни ты, ни я, ни кто-либо другой, еще не может, скажем, в полной мере понять, какие будут экономические последствия для города, и как долго это будет, и сколько мы потеряем, скажем, денег, и сколько мы уже потеряли денег, да, в виде налогов, в виде бизнесов, в виде туризма и так далее. И, в принципе, перейти власти в этой ситуации, когда практически есть только проблемы. Практически только проблемы. И какие будут вообще доходы в городскую казну? И какие будут вообще доходы в городскую казну, и как все эти программы смогут или не смогут финансироваться, и все будут просить на поддержку бизнеса, на открытие, скажем, все это, да. Это все еще усугубляет ситуацию, и поэтому я, ну, где-то даже думаю, что там еще могут и поменяться все эти списки, потому что, если бы была ситуация, скажем, 29 февраля, то эти выборы уже давно уже прошли. То есть, ситуация была еще очень такая молодая. Мы видим, что, к примеру, к одному из лидеров, там тоже, ну, я имею в виду господин Юроша, там тоже интересные события вокруг него. Ну, он уже, по-моему, сказал, что он не будет баллотироваться, как мэр города. А, уже ищусь. Да, по-моему. Поэтому я думаю, что тут еще будет очень много разных ситуаций, потому что те люди, которые следят и которые хотят там быть, если они увидят, что практически эта ситуация может погубить их политическую карьеру, ну, в плане того, что практически они приходят в эту, и на их наваливается эта куча проблем. Тут мне просто вспоминается, по-моему, из речения Джона Кеннеди, когда он говорил, когда баллотировались, скажем, на эту должность, тогда знали, что ситуация очень плохая. Но когда стал президентом, оказалось, что она гораздо хуже. Да. Поэтому я как бы думаю вот эту ситуацию, потому что, опять же, мы, наверное, увидим какие-то экономические, политические, социальные последствия уже COVID-19 в Риге только осенью. И, понимаешь, пока вот есть эти 4 миллиарда, пока есть еще по инерции. Гуляем. А что будет потом, да, когда будет, опять же, зима, новый сезон отопления, социалка и все остальное, ну, там уже будет очень интересно. И поэтому там может быть ситуация, то, что мы уже говорили много раз с тобой, что народ стал меньше терпелив. То есть, если завтра к обеду, как бы, обещания не выполнены, то рейтинг партии рушится. Это мы видели, скажем, на КПВЛ примере, да, как, скажем, 16 мандатов, а через год 2%. И сейчас уже Гобземс думает, как бы это наследство к себе прибрать, да? Ну, я думаю, что у него все получится. Похоже, да. Потому что призыв в такой политике есть, запрос есть, люди есть. Поэтому я думаю, что если мы говорим о нем, то я думаю, что у него как раз все и получится. А вот каменьша может уже не получиться. Уже не получится. Бусклава на пару минут остается. В завершении все-таки, вот если мы говорим о вакцинации, да, это может быть громко сказано, но вот господин Левец такую миссию на себя, мне казалось, возложил. Говорил, что я стану там президентом всех латвийцев. Но вот скоро исполнится год, кстати, как он заступил на свой пост. Особенно в пандемию он как-то вообще исчез с экранов. Сейчас появился, правда, с такими высказываниями, которые, по-моему, далеки. Значит, вот проблем страны, вот последнее, что вот надо искоренить вот эти вот программы на русском языке из основного пакета телевидения. Да, до этого он там что-то раскодировал, да, и так далее. Вот как это можно оценить? Человек просто растерялся или он правильно сделал, что отошел в сторону и не мешал правительству? Не, ну, Абек, понимаешь, есть, конечно, разные мнения. Но если спрашиваешь мое, то я думаю, если ты занимаешь такой пост, то ты должен себя показать не только в хорошей погоде, но и в плохой. То есть вот то, что, и мы же говорили о Байдене. То есть если, скажем, беспорядки, проблемы, если, скажем, что... Устранился, да? Да, самоустранился, да, и он готов только быть, когда все хорошо и хорошая погода, и говорить правильные вещи. То я думаю, теперешний мир, он очень такой жесткий. И другая ситуация, конечно, что он на виду. То есть, беляя внимания технологии, все все видят, понимают, и каждый сам может сделать выводы. Как мы уже знаем, что уже, скажем, официальные масс-медиа не всегда формируют общественное мнение. Поэтому я лично думаю, что если человек на должности, первой должности в стране, то он должен иметь мнение абсолютно всем вопросам, которые имеют важность для народа. Абсолютно всем. Начиная от того, как будем жить, как будем преодолевать COVID, как будем решать вопросы, там, не знаю, с Российской Федерацией, или еще что-то. А если мы говорим про, скажем, пакет телевидения, ну, понимаешь, там же люди тоже понимают, что если будут плохие программы, никто этот пакет брать не будет. И все, и просто, ну, вы там можете поставить мультфильмы. Да, ну, конечно, ну, потому что, конечно, этот контент, который на русском языке, ну, он очень неплохой, он действительно на хорошем профессиональном уровне. И, конечно, в том числе в Латвии очень много людей смотрит его. И если будет ситуация, что будут какие-то препятствия, он все равно будет смотреть этот контент. Но, скажем, те, которые провайдеры будут, как бы, предлагать, там, не знаю, шведский канал, или мультфильм, или еще что-то, ну, скорее всего, они потеряют клиентуру. Вот и все. Да, это все закончится. Это же бизнес, да? Да, действительно. Роман Тубловский у нас был в студии, в прямом эфире. Большое спасибо. До свидания.